Когда вы говорите о нас, то, конечно же, речь идет не только о России, поскольку наш общий православный мир куда больше, чем одна страна, даже самая большая в мире. Вот вы говорите о вызовах и угрозах Церкви и православия и христианства вообще. Церковь, тем не менее, остается очень важным институтом общества и, безусловно, моральным авторитетом. Сохраняет большой вес. И, быть может, поэтому возникает соблазн использовать ее в своих конъюнктурных политических целях, как это сейчас мы видим на примере Украины. Украина переживает трудные времена. С какими словами вы хотели бы обратиться к своей пастве на Украине? То, что происходит на Украине, очень ранит мое сердце. Для меня Украина – это родная страна, это родной народ. Это мой народ и моя паства. Русская православная церковь играет важную роль во внешней политике Кремля. Ее подрывную деятельность в Украине активно освещает телеканал Интер. Так, 19 сентября 2016 года в программе «Подробности» вышел сюжет, в котором сообщалось, что представители Украинской православной церкви в ходе встречи с правозащитниками и послами стран ЕС и США пожаловались на захваты храмов. Вот так подвела к сюжету ведущая Наталья Белошева. Она пока говорит лишь о послах. Правозащитники появятся позже. С проблемами верующих пытались сегодня разобраться послы стран ЕС и США. Они приехали на встречу со священнослужителями Украинской православной церкви. Все подробности в материале моих коллег. Кроме иерархов церкви и журналистов, в материале показаны лишь пару человек, присутствовавших на мероприятии. Среди послов 28 стран ЕС таких людей не оказалось. А посол США в Украине Марий Иванович – женщина. В этой красочной истории множество нестыковок. Одна из них, как подтвердили в представительстве ЕС в Киеве и в посольстве США, подобная встреча никогда не проводилась. Этот же сюжет ныне доступен на сайте подробностей UA. Сам материал создан в лучших традициях киселевской пропаганды. В начале сюжета показан якобы погром церкви и слышны выкрики «Слава Украине! Героям слава!» Это были стены церкви в селе Боровая под Киевом, которую разрушили около 10 дней назад люди, назвавшиеся активистами. Ну чем не материал для «Вести недели с Киселевым»? Или для Первого канала? Вашему вниманию начало сюжета на Первом федеральном канале российского телевидения на ту же тему. Найдите 10 отличий. Под Киевом радикалы разрушили строящийся православный храм, который принадлежал Украинской православной церкви Московского патриархата. Прихожане вызвали полицию, но она осталась безучастной. По словам людей, причина этого и других подобных инцидентов в том, что все происходит при молчаливом согласии властей. Подробности у Алены Германовой. Кувалдой и ломом под одобрение толпы активисты бьют по стенам и разбирают крышу, довольные результатом уже на руинах церкви. Они поют гимн Украины. Автор сюжета на Интере Татьяна Овинникова написала и озвучила текст, который не имеет отношения к журналистике. С первых слов Овинникова лжет. Это не церковь, а самострой в селе Барава Киевской области. Местная общественность приняла коллективное решение о демонтаже постройки, которая была возведена без разрешения и соответствующих документов. Алены Германовой. Земля принадлежит местной громаде, поэтому люди имели полное право ввиду бездействия органов государственной власти убрать незаконное сооружение. Вот тут, в центре села, стали все конфессии, которые есть в Украине. Православный церковь Киевской патриархат, греки-католики, католики, мусульмане, бакисты, всякие. Молились за мир в Украине, разом, все разом. Креки-католики, 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 потому что они благословляют своих звеней, чтобы убивали таких людей. Я перепрошу. Нет, я не организатор, я просто пришел на акцию. Всебучастник, да? Ну хорошо, вы что это считаете нормальным? Надо было забрать какие-то конфессии. Нужно ли им это или им не нужно? А теперь давайте я скажу. Сбирали уже несколько разов тут. Даже не осталось, даже сюда. Сбирали уже два-три раза тут сборы с представниками Владик, с представниками церкви. Дійшли до того, что эта прибудова является незаконною. Немає ніяких... Это другий вопрос. Почекайте, будь ласка, я закинчу. Другой вопрос. Немає... Почекайте, будь ласка, я закинчу. Немає ніяких документов на... Слава, Женю. Героям слава. Героям слава, что эту забудову мать право тут ставить. Приезжали полиции, складали акты про незаконную забудову. Багато разів вертали этих людей с вопросом, что оформить, будь ласка, документы. Я понял, я спросил, вот, прежде чем подъехать, я спросил, говорю, в чем причина? Он говорит, незаконный будильник. Нехай сносите, что воно незаконное. А я говорю, а воно было бы законно. Тоди б никто, наверное, не трогал. Спитайте. Спитайте. Потом бы было бы пытай. У него спитай. Почекайте. Мы сейчас наступили в гипотетических незаконных действиях. А как бы было законно. А как бы было законно. То есть мы и говорили, иначе. А так сейчас незаконно. Мы сделаем определенные действия. Далее. Далее. Если оно незаконное, документы на это не являются. У вас еще молимся, идите молиться. Если вы тут живете, меня не знаете, значит, вы провокатор. И вы начинаете тут. А вы говорите, кто сеет. Кто сеет. Вы меня не знаете. Живете тут и знаете. 19 лет. Иди с Богом. Что вы выучаетесь? Зачем? Филарин? При этом на нафиг. Не в этом сайте. Вот там выход и перейд. Знаете? Знаете? Бежи до Гундяева. Там с вами лучше. Все говорится. К тому же общеизвестный факт, что так называемая Украинская Православная Церковь Московского Патриархата является участником гибридной войны против Украины. Только представьте, как реагировали бы, скажем, жители Подмосковья, если бы на их территории Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата без разрешительных документов построила барак и проводила там антикремлевскую пропаганду, рассказывала правду о российской агрессии на востоке Украины и аннексии Крыма. Поэтому поступок жителей поселка Барова на Интере уже показан с искажением фактов. Далее ни слова о том, что представители Украинской Православной Церкви, встречавшиеся с мифическими дипломатами, представляют Московский Патриархат. Ни слова, что постройка была незаконной, что ее разрушали местные жители, а не условные активисты. Ни слова об антиукраинской пропаганде представителей РПЦ. Священнослужители Украинской Православной Церкви заявляют, это только один из сорока храмов, которые захватили за последний год. К тому же возле церквей УПЦ так называемые активисты раздают листоки с враждебными призывами. Далее псевдожурналистка делает резкий переход на так называемый крестный ход за мир. А недавний крестный ход за мир в Украине отдельные политики представили как раскол в обществе и даже призывали к кровопролитию. Какие политики? К какому кровопролитию? Фантазии журналистки и редакторов Интера просто безграничны. Обо всем этом священники рассказали правозащитникам и послам стран ЕС и США. Отсутность практически никакого факта раскрытия злочиней против Украинской Православной Церкви на религийном грунте дают основы сегодня говорить уже не просто про отдельные случаи, а про выразно окресленную ситуацию. Мы считаем, что такие действия непрепустимы и такие, что распаливают враг в общество, ненависть и агрессию к людям, которые решили реализовать право на свободное воспоминание и мирное собрание. Вот особенно этот православный юрист Бахов осведомлен о разжигании вражды в обществе. Его руководство, которое регулярно ездит на поклон к Гундяеву, получающее медальки от Путина и поддерживающее политику кремлевских властей Попы УПЦ Московского Патриархата, вот кто и что разжигает вражду. Я очень рад вновь встретиться с иерархами Украинской Православной Церкви. Россия, Украина и Беларусь вместе празднуют великую дату – 1025-летие Крещения Руси. Это общий праздник для наших братских народов. Я благодарен, Владимир Владимирович, вам лично за то, что вы такой командой сегодня приехали в Украину вместе с нами отпраздновать этот прекрасный праздник – единение наших народов. Прочные гуманитарные, духовные связи – надежный фундамент российско-украинского дружбы. Мне особенно приятно выполнить почетную миссию российского государства и вручить вам государственные награды – вам иерархам Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. В самые трудные времена вы неизменно проявляли мужество и духовную силу. Сделали очень многое для сохранения канонического единства, объединения людей разных национальностей. Это награды – знак искренней признательности за ваш вклад в укрепление мира, согласия, духовное возрождение наших стран. Рапорты о нападениях на храмы УПЦ представители ООН и ОБСЕ регулярно направляют в свои штаб-квартиры и властям Украины. Однако, по словам священнослужителей, в Минкультуры вместо помощи отказываются регистрировать уставы их религиозных организаций. Вы поняли, что сказала Овинникова? Рапорты регулярно отправляются в ООН и ОБСЕ, но в Минкультуры отказываются регистрировать уставы религиозных организаций. По каким причинам отказываются? Что содержится в этих уставах? Науке неизвестно. Зато кадры показаны животрепещущие. Бурлит жизнь в Украине. Камуфляж, толкотня, дубинки, тетечки и бабулечки за решеткой. Блеск. Обратите внимание на титры, сопровождающие этот видеоряд. Видео любительское. Нашивка на форме полицейского. Милиция старого образца. В каком году это происходило? Где? По каким причинам? Опять-таки, журналистикой здесь и не пахнет. А политики вместо решения проблемы представили два законопроекта. Номера законопроектов и их содержание умалчиваются. Но и это еще не все. Оказывается, теперь государство будет решать за украинцев, где им молиться. Священники уверены, если политики все же примут эти документы, они легализируют рейдерские захваты церквей и храмов и дадут возможность государству решать за украинцев, в какой церкви им молиться. Татьяна Авинникова, Даниэль Косаковский. Подробности. Телеканал Интер. Даже после того, как этот фейк получил широкую огласку в СМИ и оказался в обзоре дезинформации Европейской службы внешнеполитической деятельности, Интер не убрал его с сайта подробностей и канала YouTube. Правильно. Если российский первый канал не извинился за распятого мальчика, почему Интер должен извиняться за выдуманных европейских и американских послов? Как только начнем давать политические оценки, говорить, кто прав, кто виноват, мы сразу становимся частью конфликта. В тех регионах, где наиболее активны националистические группировки, происходили случаи вандализма, поджогов храмов, распространялись листовки и плакаты, разжигающие межконфессиональную и межнациональную роль. Стремясь положить предел к кровопролитию, русская православная церковь неустанно призывала враждующие стороны к мирному диалогу. Однако чаямый мир не может быть устойчивым. Я всегда это подчеркиваю. Если не будут устранены основные причины, которые и привели сегодня к этому конфликту. Речь идет о языковой дискриминации, а также о возможной дискриминации по национальному и религиозному принципам. Церковь должна сделать все для того, чтобы не становиться частью конфликта. Потому что наша паста и на одной стороне, и на другой стороне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова